В интернете бродит фраза, очень точная, пока Задорван смеялся над дубыми американцами, в России созрело еще более тупое поколение россиян. Мне пишут письма, зная, что эта тема меня глубоко трогает, и я радею за образование молодежи. Парень пишет, представляете, сидим в компании ночью, за окном темно. Девушка спрашивает, а сколько на улице градусов? Я отвечаю, плюс 15. Девушка говорит, ну это в тени, а под луной-то больше. Инструктор рассказывает по вождению, деваха такая, блондинозавр реальный, на вопрос, что означает красный свет светофора, ответила правильно, сразу, стоять. А он говорит, что зеленая, она говорит, сидеть. Как они жить будут, вы можете мне объяснить? Приходит в аптеку, у меня аптекарша знакома, она для меня собирает вот этот маразм, который молодые несут, они даже лекарства купить не могут. Многие просят гинекологическую губную помаду. Я не знаю, чего им красить надо в этой ситуации. Еще одна пришла, говорит, мне, пожалуйста, две гематомы. Ну, завтра, что тебе, хлобысь под глаз, и гематома, что? А у тебя рецепт есть? А та говорит, да, мне его дала мой уриноларинголог. Гиналаринголог. Ё-моё. О, совмещение профессий. Инструмент один, собственно, для двух профессий. Я бы не поверил, если бы сам не был свидетелем многому из подобным каким-то услышанным разговором. Две девчонки в Ялте разговаривают на пляже. Одна другу спрашивает, ты откуда? Она говорит, я родилась в Донбассе. Вторая, прямо на стадионе. Знакомый написал письмо. Миша с девятилетним сыном играл в компьютерную игру, а там на фашистов наши идут с криком «За Сталин!». Я спрашиваю, сынок, ты хоть знаешь, кто такой Сталин? А ты говоришь, папа, при чем тут Сталин? Ну, ты же слышишь, кричат «За Сталина!». Да, папа, я думал, они кричат «За Сталина!». Это большинство в новом поколении. И главное, это чтобы они не знали истории и своих корней. И поэтому и стишки детские соответствующие. Он 15 лет не мылся и не стригся и не брился. Уже, фу, гадость. И одежды не стирал, даже нос не вытирал. Как зайдет к еге, та ахнет. Фу ты, русским духом пахнет. Представляете, какое мнение о родине у этих детей, которые воспитаны этими стишками? Почему Кащей Бессмертный просто сказочно богат? Потому что он бездетный и к тому же не женат. А это просто... За это, вот за это надо бить, вот за эти стихи надо бить в спортивной раздевалке ногами. Эти дочки и сыночки с сундука сорвут замочки, доберутся до яйца, трах иглу и нет отца. Русским духом пахнет. Вот, привить детям неуважение к чему? К роду. Но род, от слова род, родина, значит неуважение к родине, к родителям, к родному языку. Скажите, почему молодые говорят толерантный? Терпимый. Есть же русские слова. Почему креативный? Творческий. Что такое толерантный? Толерантный человек, это лицемерный человек. Был самый лицемерный генерал в мире, толерант. И творческий. Какое слово? Творец. Он же там наверху не креативщик был, он же не продюсер, он же не спродюсировал нас. Уже вошли в речь транспарентный, алармистский, рефрешнуть, отжойнить. Как будто мы иммигранты в собственной стране. Я в 90-е годы поехал впервые в Америку, так разговаривали иммигранты наши. Жулики, сбежавшие от АБХСС и МВД. Они потом сказали, что они от КГБ сбежали, но на самом деле это были жульё. И они, приехав в Америку, стали говорить вот на смеси такой жуткой двух языков. И один мужик, вайф, это жена по-английски. Он её называл вайфелька. Закрой уиндов, я услышал фразу там. Закрой уиндов, а тот челдринята зафрезуют. Ну им простительно, они были безграмотные в Советском Союзе, были жуликами, и там могут говорить на какой хочешь смеси. Но мы же на своей родине оставили. Я рассказывал эти случаи, приводил пример ещё в начале 90-х годов. Чиз, сыр, слайс, ту слайс, это резать, а пись кусочек. Продавщица в магазине спрашивает у покупателя, вам чизов отслайсать или одним писом? Знаете, почему эти слова входят в жизнь? Потому что это слова торгашеского направления. Чтобы люди не понимали, о чём речь идёт. Красивые слова, такие непонятные, якобы это круто. В турфирмах вообще понять невозможно. Зарувь его. Или там говорят, сколько у тебя аттачментов. Одна вообще сказала, не дистурбируй меня. Это слово disturb. А название туров? Спа тур, кто значит? Safari travel. Я ездил в Safari travel, два жука видел. Я в одном турбюро говорю, а вы назовите тур как-то ещё красивее. Ecological trip аборигентур. Он говорит, а что это? Я говорю, это поездка на маршрутке в Кострому. Он говорит, ой, повтори, я запишу. Это, говорит, может сработать. Я говорю, тогда записываю ещё. Extreme Survive Railway Stale Exotic. Он говорит, а это что, я говорю, неделя на Курском вокзале с бомжами. Вот для этого и нужны иностранные слова, чтобы люди не понимали сути, о чём это всё говорят. Тендер. Что это такое? Это возможность получить откат. Все. О, тендер. О, секвестр. Не знаю, что секвестр означает хана бабкам. Даже это красивый референт. Какой ты референт? Ты себя видела в зеркало? Бомж роется в мусорнике. Даже они уже стали выражаться по-другому. Я говорю, ну что, давно бомжи уже? Он говорит, я не бомж. Я говорю, а кто ты? Он говорит, я даунштифтер. Кого не спроси из чиновников, чем занимался. Я мониторил. Ты хочешь спросить, ты какой рукой это делал? Вот это всё, чтобы затуманить мозг. Им кажется, что это круто. Стилист. По-русски говори, постригун ты. Понимаешь? Ну, постригун, ну не пойдут. А к стилисту повалят. И не важно, что он не умеет стричь человека. Или менеджер, ладно, но ещё. Дизайнер. Ой, дизайнер. Ты кто? Я дизайнер. Фуфловтюх ты. Понимаешь? Я референт. Кофеноска ты. По-честному надо. А то. Новация. Новшество. Ну, почему не новшество? Слово негативный ничего не несёт. Отрицательный это отход от троинцы. Почему русские слова забываются? В них же смысл. Инвестиция. Вложение. Инвестор. Вложенец. Вот для этого эти слова нужны, чтобы люди не понимали, о чём речь идёт, чтобы торгаши лохов разводили. И мне жалко, когда этими лохами становятся наши молодые люди. Московский суши-бар. Название фирмы. Я записал слово в слово. Название фирмы, которая подчиняет суши-бар. Вест. Русскими буквами. Веста Центр Интернешнл Екитория Ян Примус Сандык Менза. Ну, для лохов это всё. Подошёл. Это солидно. Вот Сандык Менза, это вообще отпад. Выезжая из одной гостиницы, написано. Знаете, есть такое слово? Ресепшн. Это русское слово новое. Там ресепсионистки работают. Хорошая такая, ресепсионисточка сидит. И объявление крупное. У нас вы можете получить русскими буквами. Кэш-бяк. Мало того, что это говорит кэш-бяк. Я знаю, что это. А это через я. То есть бяк, это ещё и бяка такая. Такая кэш из бяки. Я её спрашиваю. Ну, что это? Она говорит, только через 40 дней получите. Я говорю, после чего через 40 дней? Можешь мне сказать? Плакат в Костроме русскими буквами. Крупно. Биф-биг-мак с яйцом. Вот такой монстр с одним яйцом. Такой стоит. И везде, куда ни приедешь. Грандотель. Плаза. Улан-Удэ. Плаза. В одном городе Марина Плаза готель. В другом Федя Плаза. Приезжаю. Иваново. Естественно, Гранд Плаза. Гранд Отель, извините. Не Гранд Плаза. Гранд Отель. Ну, в Иваново Гранд Отель. Как Иваново без Гранд Отеля? Седьмой этаж номер у меня. Люкс. Захожу, думаю, сейчас высплюсь. Захожу в спальню и думаю, что-то не то. А, окна нет. То есть, пыточная какая-то просто. Чтоб крики не слышно было. Ну, пять звезд. У них у всех пять звезд. Я не знаю, кто им эти звезды раздает. Видимо, кто-то ходит, морские звезды раздает. Там одна и то морская вялая должна быть у этого отеля. Не, но все в позолоте. У русских что-то не в порядке с мозгами. Им кажется, что если позолотил, то это богато. Унитаз с золотой каемкой, но качается. Как на гамаке. Пробка на сливном бачке с позолотой. Розетки в стене с позолоченной каемкой. Но если в вилку вставляешь, ты ее вверх выдернуть не можешь. А если выдернешь, то пол стены отваливается в этот момент. И вот это все пять звезд. Окна нет спальни. Я говорю, я спать не могу. Дайте мне сюда супервайзинга хаускиппинга. Пришел хаускиппинг. Со швабрингом. С ведерингом. Небольшой на голове волосинг. Как будто не швабрингом, а волосингом ее вытирали. Это все. Говорит мне, ну че? Ну, уже так обычно хаускиппинг говорит, ну че. Я говорю, окно где? Она говорит, а что нет окна? Она даже... Это славянский мозг. Словяне стали белоумными. Она вот моет своим швабрингом. А то, что окна нет, ей даже... А я говорю, пойдемте посмотрим. Она говорит, ну вот же. Я смотрю, ой, думаю, прозевал. Занавеска. И смотрю, действительно, на стене занавеска. Я вам клянусь, не вру. Я подхожу, дергаю. Ничего. Вот стена. Как этот народ надеется на выборы, на честные? Они не могут нормально обустроить ничего. Я этой хаускиппингу этому с видеорингом говорю, я ее пристыдить решил. Говорю, я не могу спать в непроветриваемом помещении. К тому же, вы вымыли каким-то дешевым стиральным порошком к моему приезду коврового покрытия. Воняет реально. Я пойду, стыжу я ее сейчас в магазин и куплю матрас и буду спать на этом матрасе в соседней комнате. Я думал, я пристыдил. Сейчас. Она говорит, я знаю магазин, где есть хороший матрас. Отель 5 звезд. Город Краснодар. Отель опять 5 звезд. Все менеджеры. Все топ-менеджеры. Знаете, это у русских. Я позову топ-менеджера. Серый, греби сюда. Значит, вот ходят эти с козявошным образованием. Я прихожу, Евроньюз и СНН у меня на телевизоре на турецком языке. И нельзя ничего переделать. Обычно с пульта можно поменять. Нельзя. Заключили с турецкой фирмой, что бабки пропадали на границе. И те все поставили на турецком языке. Я говорю, айтишника какого-нибудь? Пришла тетка, айтишник со шваброй. Тыкала, тыкала, тыкала. Дождь пошел. Отключились лифты. Как вам нравится в пятизвездочном отеле? Я не знаю, как это связано. Это только у русских, возможно. В пятизвездочном отеле я на массаже. Восточная музыка играла. Отключилось все. Потом еще гром прогремел. Уже штукатурка посыпалась. И я, когда восстановилась музыка, электричество, я говорю, дайте восточную музыку. И менеджер, деваха, с козявочным образованием, включил итальянцев. Я говорю, это восточная? Она говорит, ну это же итальянцы. Я говорю, у вас была испанская? Она говорит, ну, Италия же восточная. Я говорю, Италия, это не восток? Да. Я говорю, это Средиземное море. Он говорит, ой, правда, это же Африка. Это сплошь и рядом.